Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я попробую несколько слов сказать о миостении, о таком осложнении, которое очень связано часто именно с тимомами. А миостения – это аутоиммунное заболевание, которое возникает в результате появления антител к белкам постсинаптической мембраны нервно-мышечного синапса и к белкам внутриклеточных мышечных структур. Но наиболее часто антитела возникают к рецептуру ацетилхолина. И в наших условиях мы имеем возможность именно эти антитела и определять. В научной литературе цитируются также антитела к мышечной специфической тирозинкиназе, к белку-4, связанному с липопротеидами низкой плотности, к гренадиновым рецепторам, к тетину и к антигенам скелетной мускулатуры. Мерт. Я не туда нажала, да? Ага. Образование ацетилхолиновому рецептору происходит на мембране синапса. В основном к альфа-субединице рецептора садятся эти антитела. В результате нарушается путь перехода нервного сигнала от нервного волокна на мышцу за счёт блокады этих рецепторов антителами. Помимо того, что они блокируют рецепторы, они также обладают эти антитела цитотоксическим непосредственным действием на мышечное волокно и могут приводить к разрушению этого мышечного волокна. Так, и Пурко, почему он не переходит? Почему не переходит? А? Ну, как здесь уже говорили, миостыния встречается с разными... Правда, речь шла о тимоме, но миостыния встречается по разным данным от 0,5 до 12 случаев на 100 тысяч населения. И миостыния чаще болеют женщины при разе. И важно, что миостыния может появиться в любое время, от первых дней жизни до пожилого возраста. Но средний, наиболее частый возраст, начало проявления этого заболевания – это 20-30 лет. И миостыния очень тесно связана с патологией тимуса. У 70, даже 90% больных миостынии обнаруживается патология тимуса. Да что ты будешь делать? Вперёд? А вот вперёд, да? Может быть. А почему? Потому что тимус, он играет роль выработки вот этих антител к антихолиноэстеразному рецептору и к другим синаптическим и постсинаптическим мишеням. И когда сочетается миостыния и тимома, то повышается не только тимус играет роль не только в выработке антител к антихолиноэстеразным рецепторам, но и к тетину и к белкам рианодииновым рецепторам. Классификация миостынии может проходить по разным принципам. Во-первых, по типу антител, которые задействованы. Но, как я уже сказала, я не буду повторять всех антител. У нас наиболее часто это антитела к антихолиноэстеразному рецептору. Кроме того, миостыния может делиться по возрасту. Есть врождённые случаи. Поэтому есть первая группа – это возникновение миостынии до пубертата в детском возрасте. Вторая – до 50 лет и после 50 лет. Кроме того, миостыния ещё различается по тяжести течения. Её можно классифицировать и по участию тимуса. Главными клиническими симптомами миостынии, как хорошо известно, является мышечная слабость и невозможность различных групп мышц выполнять те или иные движения. Это первые обычно окулярные мышцы, глазодвигательные, бульбарные мышцы страдают. Сначала начинается птоз век, потом невозможность закрыть веки, надуть щёйки, трудности при проглатывании, трудности при речи. Затем могут присоединяться мышцы дыхательной мускулатуры и скелетной мускулатуры. И по мере того, как появляются эти симптомы, появляется и определённая тяжесть миостынии. Причём, надо сказать, что могут быть различия в проявлениях слабости в разных группах мышц даже у одного и того же пациента. Как назову обмаковать? Назад. И очень важным осложнением в миостынии является миостынический криз. Это когда настолько велико накопление антител, настолько сильно прерывается вот это прохождение импульса, что блокируются мышцы и страдает дыхательная мускулатура. И пациент развивается блокада по типу курары подобному. И предвестниками такого миостынического криза является тахикардия, беспокойство, бессонница. У пациента быстро нарастает слабость мышц туловища, конечности, дыхательной бульварной мускулатуры. И в зависимости от тех действий, которые принимают врачи, это может длиться от нескольких часов до пяти суток. Давайте я здесь буду, только я здесь не вижу. Главными клиническими симптомами криза, эти кризы по отношению ко всем случаям миостынии всё-таки составляют 13-27%, что является достаточно большой цифрой. То есть риск получить криз у пациента достаточно велик. Развиваются они, могут и в начале заболевания, но приводят 3 года, как бы такой срок существования миостынии, когда риск развития криза миостынической особенно велик. И эти кризы, они могут наблюдаться у любого больного миостынии, независимо от пола, возраста, формы, течения заболевания. И очень высока летальность при миостынии. Как происходит оценка миостынии? Ну, прежде всего, это различные методы оценки мышечной силы. Это может быть и просто мануальная, может быть электрокардиографическая. Спирометрия, как оценка дыхательной мускулатуры. иммунологические критерии диагностики. Это определение антител к антихолинестеразе. Но я должна сказать, что когда мы видим пациентов, то далеко не всегда они приходят к нам с этим анализом. Очень важную роль в диагностике миостынии играют пробы прозериновые и калиминовые. Это пробы, холинестеразные препараты, которые вводят подкожно пациентам. Причём, если это прозериновая проба, то обязательно идёт учёт на вес тела пациента. может быть от полутора миллилитров 0,05% до 2,5 миллилитра при большом весе пациента. Калиминовая проба обычно производится так, или один, или два миллилитра. Оценка теста производится очень быстро. В первые 40 минут или полтора часа. И в зависимости от того, как ушли симптомы мышечные, это может быть или на фоне введённого холинестеразного препарата, или полная компенсация двигательных нарушений, и тогда считается, что это позитивная проба, или частичная компенсация, тогда это сомнительная проба, но если улучшения нет, то это негативная проба. Значит, лечение консервативное, миостыни, это, конечно, препараты антихолинестеразные, холинестеразные, которые улучшают проходимость вот в этом нервно-симпатическом синусе. В острых состояниях, так как речь идёт, как мы говорили с самого начала об аутоиммунном заболевании, о большом росте антител, то это плазмаферез, это иммуносорбция, иммуносупрессивные препараты, и очень важное место занимает тимоктомия. Но если речь идёт о тяжёлом состоянии, о миостыническом кризе, ну, естественно, там искусство и вентиляция лёгких, и добавляются большие дозы глюкокортикоидов и препаратов калия. Тимоктомия очень важна в лечении миостынии, потому что даже в тех случаях, когда как бы морфологических особых изменений в тимусе нету, удаление тимуса при миостынии может давать определённое улучшение течения этого заболевания. И подготовка к операции требует снятия максимального тех симптомов мышечных слабостей, которые есть у пациента. Проводится в основном антихолин с разными препаратами, иногда с добавлением преднизолона, иногда с иммунодепрессантами. В результате вот это мне представляется достаточно интересно, потому что после удаления вилочковой железы процент излечения он довольно, ну, не всегда велик. называется цифра 70% как бы общая, когда нарушаются мышцы, нарушаются то есть ликвидируются жевательные нарушения. В 60% может улучшаться дыхание, в 54% глотание. Но вот если мы посмотрим вот на такую работу Бека 16-го года, который прооперировал 345 пациентов с миостемией Гравис, сделал там тимектомию, то вот полную ремиссию он получил ну, где-то 39,71, около 40%. Остальные это была фармакологическая ремиссия, то есть пациенты продолжали получать антихолиностер разные препараты и 6% вообще эффекта не было. И описаны даже случаи, что в частности в работе Кондо, что миостемия появлялась после тимектомии, которая была произведена по другому поводу. Но это казуистика. Один 8 человек из 827 больных были без исходной миостемии. Через 6 дней, от 6 дней до 45 месяцев у них развелся миостемический синдром. Ну вот клинические случаи, которые мы в качестве примеров мне бы хотелось привести. Ну вот больная женщина 20 лет, она заболела достаточно остро, все началось с симптомов век, она не могла поднять веки, ее обследовали, антитела не определяли, но были проведены калиминовые и прозериновые пробы, которые оказались в общем достаточно положительные. При КТ у нее выявлено тимома, и больной оперируют. После операции полного снятия симптомов не было, ее еще долго наблюдали и были присоединены иммунодепрессанты. Диагноз у этой постепенная стабилизация после удаления опухоли и диагноз у нее был такой миостения генерализованная форма с бульбарными нарушениями тимогенной природы. и полное снятие симптомов не было, но на каких-то небольших дозах препаратов она осталась. А вот второй случай пациентки, чем он интересен? Важно, мы же готовим пациента к операции, и в плане подготовки очень важно, чтобы доза калимина или доза прозерина и в других препаратах были бы максимальными с тем, чтобы снять у них симптомы. И вот вы видите эту пациентку, женщину 55 лет, у которой постепенно калимин 60 был увеличен до 11 таблеток в предоперационном периоде. когда её прооперировали, там диагноз Тимома был Т3 0 0 В3, когда её прооперировали, то всё равно она осталась на препаратах и полной ремиссии полученной не было. Она выписалась под наблюдение районного онколога и невролога. И в заключение мне бы хотелось сказать, что нужно понимать, что все препараты, которые используются для лечения миостынии, обладают бочными эффектами. это надо учитывать и относиться к ним очень внимательно. И кроме того, практически все больные миостынии, даже если они сейчас находятся в ремиссии, они всегда представляют собой риск возможного ухудшения состояния и рецидива заболевания. Благодарю за внимание и прошу прощения, что не могла справиться в ваших техниках. Спасибо большое за интересный доклад, Евгения Владимировна. Вопросы есть? Можно вопрос, Евгения Владимировна. Как вы считаете, в каких ситуациях при отсутствии клиник рентгенологических данных за наличие тимомы, но при наличии миостынии, в каких ситуациях можно справиться консервативным способом, не прибегая к тимоктомии? Это вопрос совершенно практический. Вы должны начать с консервативного способа, но... А возможно ли полностью избежать перспективы хирургии, скажем так? По литературе нет. Все-таки сегодня, когда у больного ставится диагноз миостынии, то те вот клиники, которые у себя как бы концентрируют таких больных именно с миостынией, не с опухоли литимуса, а с миостынией, конечно, они делают тимоктомию. И это дает эффект, как мы видели там по-разному, 70% и 60%. Вернется это потом. Это миостыния заболевания достаточно такое хроническое. Хроническое. Да, потому что это аутоиммунное заболевание с выработкой очень большого количества антител. Мы обращаем внимание на антихолинистеразные антитела, а их на самом деле гораздо больше, потому что мы называем там этитин и 4 липопротеидов низкой плотности и прочее, и прочее. но а сколько еще мышечных волокон, против которых еще могут образовываться, то есть мышечных белков, которые могут образовываться антитела. Поэтому мне кажется, что вот так как это заболевание 20-30 лет, то, конечно, надо начинать с димуэктонии. Спасибо. И еще, как вы считаете, это все-таки сопровождением этих пациентов должны заниматься эндокринологи или неврологи? Наверное, оба. У нас так и происходит, на самом деле. Да, наверное, оба, потому что невролог здесь очень важен, так сказать, в оценке статуса, но эндокринолог по стоку-поскоку вот с препаратами, с антителами, как бы наряду с другими аутоиммунными заболеваниями, я бы так сказать. Продолжение следует...